Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Как не испортить здоровье в новогодние праздники? Какое уникальное астрономическое явление ждет казанцев в новогодние каникулы? Курсера – проект в сфере массового образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета. Это международная платформа онлайн-обучения, содержащая несколько тысяч курсов, созданных ведущими университетами мира. В числе участников и Казанский университет. Все подробности далее. Сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета разместили на платформе Курсера онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи в экстренных случаях. Подобный курс, подчеркиваю на английском языке, был нашими коллегами разработан, смонтирован, произведен, скажем так, потому что это не только сложная работа для преподавателя, но и для разработчика этого курса, для тех, кто занимается съемкой, монтажом. И далее он был размещен на платформе, и платформа прошла все необходимые процедуры экспертизы, верификации. И вот теперь на Курсере есть курс у Казанского университета, который можно изучать. Онлайн-курс находится в свободном доступе, содержит как теорию, так и практические упражнения. По окончании курса участники смогут определять опасные для жизни состояния, объяснить причины, приводящие к их развитию, и оказать правильную первую помощь. Университет тоже у нас разрабатывает уникальный контент во многом, связанный с инфраструктурой и с теми компетенциями, которые есть у наших исследователей. И вот была идея создать курс, тоже разместить его на Курсере, для того, чтобы, с одной стороны, чуть перестонировали университет, чтобы видели, что университет тоже разрабатывает уникальный контент, который может быть интересен. А с другой стороны, чтобы предоставить возможность студентам по всему миру, заинтересованным вообще людям, не только студентам, учиться, получать новые знания и компетенции. Онлайн-курс состоит из пяти блоков. Сердечно-легочная реанимация, первая помощь при обструкции дыхательных путей и утоплении, первая помощь при кровотечении, при воздействии физических факторов и при таких опасных для жизни состояниях, как инсульт, эпилепсия и сердечный приступ. Знания по оказанию первой медицинской помощи, они важны для большого количества людей. И только для студентов-медиков, он, прежде всего, рассчитан на людей, которые, на самом деле, не имеют прямого отношения к медицинской профессии. Для учителей и для людей, которые работают в сфере обслуживания услуг, которые часто общаются, сталкиваются с большим потоком людей, то есть для того, чтобы они могли оказывать первую медицинскую помощь в случае необходимости. Ну и в целом, кто хочет такие компетенции приобрести для того, чтобы у кого пожилые родители, например, пожилые родственники, всегда можно быть на щуку и владеть первыми навыками, по крайней мере, оказания медицинской помощи. В дальнейшем в разработке онлайн-курсов для Курсера примут участие и другие подразделения Казанского университета. Там есть курсы на различных языках, на английском, на русском языке. И действительно, она позволяет брать курсы, учиться у ведущих профессоров в своих направлениях, в своих отраслях. И многие студенты нашего университета, в том числе, учатся на Курсере и сертификаты, которые они получают, они учитываются в нашем университете. Диана Желенкова, Универ Ньюс. Новогодняя ночь и последующие за ней праздники – это время многочисленных застольей, вкусных блюд и алкоголя. Как не навредить здоровью в такой период и что делать, если наступило нежеланное отравление, рассказывает эксперт Казанского университета. Новогодние застолья – это всегда высокий риск обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также пищевых отравлений. Каковы факторы риска пищевых отравлений? Во-первых, это несоблюдение правил личной гигиены, это несоблюдение чистоты на кухне, неправильное хранение продуктов, употребление в пищу экзотических блюд, ранее неупотребляемых. Далее, неправильное хранение оставшейся пищи после новогоднего застолья и употребление алкоголя. Среди основных симптомов пищевого отравления могут быть дискомфорт и боли в животе, тошнота, рвота и диарея. При возникновении таких симптомов в первую очередь необходимо вызвать врача для определения точного диагноза и назначения лечения. До осмотра врача можно применять следующие лекарственные препараты. Это энтеросорбенты, которые связывают токсины и выводят их из организма, такие как полисорб, энтеросгель, например, смекта. Также, если есть симптом диареи, то можно применять закрепляющие препараты, содержащие в своем составе лопирамид, например. И препараты, которые будут восполнять электролиты калий, магний, хлор, натрий, поскольку при диарее организм теряет вот эти важные электролиты. Что касается алкоголя, то его необходимо употреблять не только в умеренном количестве, но и желательно запомнить список продуктов, с которыми он не сочетается. Это шоколад, помидоры, кофе, различного рода энергетики, десерты, сладости, маринады, соленые, например, огурцы, соленые помидоры, жареное мясо, острые закуски, арбузы и дыни. В период новогодних застолий также не забывайте ограничивать сырую пищу от готовой еды. Убирать продукты в холодильник после посиделок и следить за их сроком годности. Нежелательно и употреблять более трех-четырех видов различных блюд за один прием пищи, поскольку это провоцирует обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. В качестве заправки салатов я рекомендую использовать растительное масло, ни в коем случае не майонез. И по поводу напитков тоже хочу обратить внимание, что лучше всего запивать водой или минеральной водой. И избегать употребления соков и сладких газировок, поскольку они, к сожалению, вызывают нарушение углеводного обмена. Диана Желенкова, Универньюз. О том, какая погода ожидает казанцев в предстоящие праздники, расскажет профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского университета Юрий Переведенцев. Нас ожидает комфортная погода в новогоднюю ночь и в последующие дни. Почему? Потому что мы пока находимся на западной периферии антициклона. У нас умеренные морозы, львная температура завтра, согласно продолжим гидравитетам Российской Федерации, порядка 7 градусов. И в последующие дни температурный фон будет не очень-то отрицательным, не очень-то холодным. Температура будет 1-го числа порядка минус 6 градусов. Затем они даже повышаются до конца недели, до начала следующей недели, до 4 января, до минус 5, минус 4. Вот, начнет температура чуть пониже дневных. Самая, так сказать, холодная ночь, это 30-31 декабря, порядка минус 10 градусов. А последующие ночи от 7-8 градусов и так далее. Все это выше чуть климатической нормы. Какое уникальное астрономическое явление смогут наблюдать казанцы в новогодние каникулы? Когда и где можно его увидеть? Об этом вы узнаете в нашем следующем сюжете. Квадронтиды Квадронтиды – это узкий метеорный поток. Он бывает приблизительно в одно и то же время, то есть в конце декабря и в начале января. Максимум этого потока будет приходиться с 3 по 4 января. Наблюдать этот поток лучше всего после полуночи. В этом году ожидается, что этот поток будет более-менее интенсивный. Там будет, в общем-то, порядка, где-то, чтобы подброски метеоров за ночь выпадать за одну. Поэтому можно, в общем-то, загадывать желание, смотреть на это красивое явление. Все очень хорошо будет. Хочу сказать следующее, что обычно метеорные потоки лучше всего наблюдать без всяких приборов. То есть своими глазами. Потому что тут нужно охватывать всю небесную сферу взглядом своим. Так как ситуация такая, что метеор может, в общем-то, ионизировать воздух. А то, что мы видим падающую звезду – это маленькая частица. Сгорает в атмосфере на высоте приблизительно 80 километров. Но мы не ее видим, а мы видим светящийся воздух, который она ионизирует. Разумеется, лучше выехать в такое место. Ну, на праздник, я думаю, что многие поедут в свои дома, дачи или просто живут за городом давным-давно уже. Они смогут выйти и прекрасно после полуночи набегать вот это вот интересное явление, как квадратиты с третьего по четвертого будет максимум этого потока. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. С наступающим Новым годом и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»